МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агрогородок Ширкович и населенный пункт с развитой социальной инфраструктурой. Зараз умовы проживания стали еще больше комфортными. Спис Пировак дополнил новый кинотеатр. Для церемонии урожистого открытия организаторы подрихтовали соправдное шоу. У программе выстава книг, по яких зняты знакомитые киноадаптации, викторына по истории сусветного кинематографа и постановка по мотивах вядомых фильмов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На открытие первого Украины кинотеатра в сельской мясовости спотребилось около шести месяцев. И зараз же хоры Агрогородка могут наведывать премьеры головных киностужек в один день с киноматорами у сего света. Я с уверенностью могу заявить, что Агрогородок Ширковичи сегодня включен в мировую систему кинопроката, потому что все самые громкие мировые премьеры будут идти здесь наравне с крупнейшими культурными центрами как мира, так и нашей страны, так и нашей области. Репертуар кинотеатра «Сподорожник» будут складать новинки сусветного и белорусского кинематографа. Первым глядачей увидели айчинный фильм «Тень ворога», который недавно вышел в прокат. Его представили створальники стушки режиссер Игорь Сяньков и аутар музыки Юрий Северин. Такая полная зала сподяются у Гомельки на видеопрокате будя на каждом сеансе. Тут, дареши, чакают глядашоу со Светлогорска и злику от подшивающих у мясцовой здравницы. Да, конечно, будем приезжать, потому что кинотеатры очень понравился, а самооформление красиво, очень залы невероятно классные, классно очень. Коли проект окажется запотрабованным, кинотеатры у сельской мясцовости могут заявиться и в инших районах. Не исключаю такой возможности, потому что политика, нашего государства и политика, которая объявлена Министерством культуры, на расширение именно вот этой социальной услуги, именно цифрового современного кинопоказа, чтобы сделать эту услугу доступной жителям каждого района. Это может быть как райцентр, это может быть и крупный населенный пункт, как агрогородок. Поэтому я думаю, что у этой практики все-таки есть светлое будущее. До Дня Незалежности Украине проходит акция под назвой «Подары новонародженному вышиванку». Ее организаторы, волонтеры БРСМ, наведывают родильные домы и уручают новоспеченным белорусам распашонки с национальным орнаментом. Даривши усе вышиванки, волонтеры шили своими руками. Сегодня группа активистов советской районной организации БРСМ побывала у Гомельским областным клиничным родильным доме. Там волонтеры повеншавали мать с головной у их житти падеи, а затем уручили подарунки. Веншаване примали 15 мать, некоторые одразу вырошили примерыть обновку на малых. Акция стартовала 15-го червяня, а напереды Дня Незалежности я на досягне кульминации. У перецветочные дни заплановано каля 20 таких доброчных мероприемствов. Так завтра акция пройдя у Калинковицким родильным доме и у отделения новонародженных Реческой центральной районной больницы. Непосредно у День Незалежности веншаваний и подарунки будут примать у Светлогордского роддома. Конечно, приятно, очень трепетно, когда вас помнят, любят, заботятся о государстве. И даже в канун праздника БРСМ молодежи, депутаты пришли поздравить мамочек и деточек. Спасибо. Конечно, это очень приятно, стать участником акции, находясь в этом роддоме. Спасибо вам большое. Надеюсь, это будет большая память нашему малышу. Будем влазить, будем носить. Это же оберег. Символ вышиванки, орнамент. Это нам передалось от далеких предков. Поэтому мы должны нести это уже начиная с маленьких лет. И еще один подарунок до Дня Незалежности, чакая маленьких же хоров региона у Гомельским парку. 3 липеня тут открыется новый аттракцион. Он различен на детей во взрослые от двух лет. Конструкция имеет форму кветкового букета ярких колеров. А кроме того, аттракцион будет пригожен светловым обсталеванием. Продугледжена и музычное сопровождение. Республиканская акция «Праспеваем гимн разом» объединяет же хоров Беларуси у вечера 3 липеня. По всей краине гимн загучить за 5 минут святочного салюта у 22.55. У областных центра люди самых разных взрослых, зусим юные ветераны войны и працы выконуются разом белорусских гимн на святочных пляцоках администрационных районов города и в микрорайоне Костюковка. Традиционно у акции примутся дел представники областной и городской уладов, громадских организаций, хоровые коллективы предприемств. Сегодня Хомель наведал представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан Иубушарди. В программе «Визиту» обмеркование актуальных пытанев со специалистами областной организации «Червоного крыжа» и управления по громадянстве и миграции. В пункте часового размещения психологичной и социальной адаптации беженцев Жан Иубушардис устроился с людьми, которые сейчас ходят о предоставлении обороны в нашей краине. Сирот наибольшь хвалюющих пытанев, як тут праца уладковаться и отрымать жилье. До того ж некоторые у Гомель приехали без семьи, а тому их цікавить махшимость узъяднаться с родными, які знаходятся за межами Беларуси. У целом, в 2017 году с просьбой об предоставлении протолку у нашей краине звернулись около 200 человек. Агульная колькость людей, які знаходятся у подпродковании агентства ААН по справах беженцев и проживаются в Беларуси, складая больше, как 8 тысяч человек. Это стандартный регулярный наш визит. В последний раз мы были здесь чуть более трех месяцев назад. Мы должны проводить работу, прежде всего встречаться с теми подопечными, которым мы оказываем помощь, с кем мы занимаемся. И, безусловно, это встреча с партнерами для того, чтобы выяснить, какие развития событий по тем или иным вопросам. Ситуация на самом деле стабильна. В том плане нашей, если мы берем контекст нашей работы, то она на более лучше, чем это было в 2014-2015 году. Я считаю, что это хорошие новости. До других тем, когда двух десятков человек собрались сегодня под стенами гомельского Абл-Ваканкама, они потребовали встречи с уладами. У причинных и сутностей сходу разбирались наши корреспонденты. Отказываются принимать жалобы от населения. Переважную большинство людей, которые сегодня собрались под стенами Абл-Ваканкама, гомельские журналисты ведут добро. Сустракаться приходилось подчас приема у процедуников улады на судовых посаджениях. У многих навод дома были. Для таких людей, звычайно, выкористовуюсь народный термин «штатный скаржник». Яны десяти годями пишут звороты у розной инстанции. С проблемами разбираются чиновники, журналисты и суды. Есть навод выпада, когда один человек звертался до судов не больше, не меньше, как 15 разов. Однако у апошечника склалась интересная ситуация. Гомельские скаржники неверогодным чином организовались в группу. Сегодняшний сход под Абл-Ваканкамом стал их другим суместным мероприемством. Практично той же состав побывал на приеме у старшиней Абл-Ваканкама. Владимир Дворник выслухал кожного и дал доручение снова собрать комиссии и суместно разглядеть махшимости да помахшитым, кто шукает казы на свои болючие пытания. Однако за 11 разгляденных пытаний по 9 уже принято решение судовых инстанций. Все службы облсполкома внимательно рассматривают поступающие обращения. Вместе с тем следует отметить, что часто граждане обращаются с вопросами по несогласию с судебными решениями, которые приняты не в их пользу, в том числе и высшей инстанции. На территории Республики Беларусь действует законодательная, исполнительная и судебная власть. Повлиять на решения судов, либо изменить их мы не можем. Вместе с тем позиция губернатора и его заместителей – это принимать людей с наболевшими вопросами и оказывать им любую возможную помощь. Так, после последнего приема губернатора были созданы комиссии, рабочие группы, которые повторно с выездом на место пытались примирить спорящих соседей. Но, к сожалению, не всегда это удается даже таким комиссиям, созданным на уровне облсполкома. В этот раз, не глядяши на предъявленные потребования, сусракаться с представителями УЛАДы жадание не выявил, а май никто. Большаясь обмежавалась размовой с журналистами. До речи, как минимум один выник гомельские сказники от своего объединения отрымали. Звышая на их выступления притягивают активную увагу, сродка массовой информации и видеоблогеров. Настасия Кучинская, Михаил Рабко, Валера Игапанько. Телерадиокампания «Гомель». У гэтай дни у Гомеле проходить международная навоково-практичная конференция по пытаниях выкарастания новых полимерных материалов. Ее удельники – навоковцы из 10 краин. С докладами выступят в ученые из Беларуси, Украины, Азербайджана, Эстонии и Германии. Сфера применения полимерных материалов вельми широкая – от побыту до промысловости. У приватности распроцовки белорусских навоковцев выкарастовываются для потреб чугунки. Интерес до них проявляют и замеженные краины. У Российской Федерации зараз активное и дебудовництво худкосной чугунки. И тут могут спотребиться новые полимерные материалы, распроцованные в Беларуси. Инший важный накерунок их выкарастания – промысловая вытворчасть. Примечательно еще то, что на данной конференции присутствуют представители промышленных предприятий. Например, Светлогорского химволокно, других предприятий. Это очень важно, потому что состоится действительно диалог и научных работников, и промышленников, для того, чтобы те достижения, которые сегодня в этом направлении получены, они дошли до непосредственно промышленного применения в реальном секторе экономики. В Гомеле сегодня прошел конкурс профессийного майстерства водителям спецтранспорта организации жилево-коммунальных господарков. Такое споборництво провели у Першыню. За право зваться лепшими у профессии спрошались водители автомобилей сметчевозов. Усяго 11 человек. Уси – переможцы региональных этапов. А кроме майстерства была еще одна умова – отсутность порушения правилов дорожного руху. У программы огляду конкурсу два этапы. У классе конкурсанты сдавали теорию правилы дорожного руху и устройства автомобиля. После практика – маневрование и выгрузка контейнеров. Дареши до складанных задач по кированию автомобилям водители призвучаялися. Працовать приходится в городских дворах, которые они редко вельми шильно заставлены автомобилями. А тому практичный тур зарабили не самым простым. Так что перемога досталась саправдой лепшим. Опытному водителю будет пройти этот этап непросто. И действительно, потому что сегодня мы видим, что истесненные условия. И по условиям даже будет поднятие и опускание того же контейнера. Надо он, чтобы в габариты вошел. Дни белорусской кухни пройдутся в Гомельской области. Яны распочнутся у День незалежности и протягнутся полтора тыдни. У этот час у кафе и ресторанах региона можно будет заказать национальные стравы, приготованные у лепших традициях кулинарной Беларуси. Национальная кухня нашей страны начала развиваться много лет тому, а некоторые рецепты дошли и до наших дней. Вядом, главным ингредиентом большинства таких страв является бульба. Драники, клетки, ведьмаки, бульбяные запеканки, бабка, тушеная бульба с мясом или грибами. У Дни национальной кухни вспомнят не только вязковые стравы, а и деликатесы, которыми ласовались особи княжецкого рода. Причем у каждом регионе особным пропонуют стравы, которые были уластены конкретной мясовости. До речи, подобные акции не новые для Гомельщины, однако ранее установы громадского горшования проводили их по своим меркамам особенно. На этот раз акция отримала формат флешмобу, до него долучатся больше за 20 кафе и ресторанов в области. Причем пропоновать стравы беларуской кухни, они будут по специальных сниженных ценах. История нашей беларусской кухни, она, конечно, формировалась издревле. И есть большое количество тех блюд, которые отличаются уникальностью и тем, что они созданы в наших деревнях. Самобытны достаточно, и они не встречаются, наверное, в такой высокой кухне. И для того, чтобы рассказать всем нашим жителям, которые будут принимать участие и дать возможность не просто узнать, что есть такое блюдо, а именно попробовать. Конечно же, в первую очередь для этого и мы проводим эти дни. 30-го отшервяня и 1-го липеня у Гомеля отбудется кермаш, присвеченный стагодзю Белорусского Республиканского Союза с поживецких товарыств и Дню кооперации. Покупников шакают с 9 до 16 годин на Гомельском центральном рынку. Будет представлен широкий выбор плодоогородненной продукции – фруктов, ягод и грыбов. Так само в ассортименте продукции в творчестве Гомельского область Пожилсоюза. Мясо и мясные полфабрикаты, рыба, кондитерские выробы. Запланованы скидки и акционные пропоновы. Уважаемые жители города Гомеля, гости, 30-го июня и 1-го июля на территории Гомельского центрального рынка Гомельского потребсоюза будет проводить ярмарку, где будет представлена продукция в широком ассортименте, которая производит система потребокоперации. Мы приглашаем всех за покупками. Цены, качества вас приятно удивят. Областная организация Белорусского товарыства «Червоного крыжа» суместно с Держаутоинспекцией сё не ратовали гомельчан от спякоты. У Гомеля на площах Паустания и Ленина, а так само калеке на Таатра «Кастрычник» были установлены палатки «Червоного крыжа». Тут можно было отрымать пятную воду и вымерать артериальный тиск. Высокая температура поветра может выкликать проблемы с самоотшуванием. Специалисты «Червоного крыжа» рассказали про правила оказания первой допомоги. Сопрацовники Держаутоинспекции раздавали водителям памятки с корыстными парадами. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Святлана Князева. Усяго доброго и до встречи в эфире.